Алимбет возвращает до 10 тысяч рублей новым игрокам, а еще дарит бонус 500 рублей по промокоду HARD. Алимбет, максимум от игры. Олег, вам слово. Дамы и господа, а у нас на очереди титульный поединок. Шестираундовое противостояние за пояс чемпиона хардкор боксинг в среднем весе. И в синий угол ринга приглашается Элвин Леон Бритто, Соединенные Штаты. Я пришел смешанное единоборство 16-летним мальчишкой. И как начало многих удивительных историй, это было неинтересное начало. Я был просто 16-летним ребенком, который пытался найти себе занятия. Толстый ребенок, пытающийся привести себя в форму. Я хотел иметь возможность представлять свой народ по всему миру, принести мощный стиль, который нравится людям, где бы я ни был. Я могу быть в Южной Америке, Африке, Соединенных Штатах и России. И люди будут любить меня, потому что им нравится то, как я дерусь. Моя семья – это действительно большая часть моей жизни. Все, что я делаю, я делаю для своей семьи. Я борюсь за свою семью, за наше будущее и за все то, что я задумал для своих сыновей. Это еще одна причина, почему я сражаюсь. Большая причина, по которой я здесь. Россия, я здесь. Эль Бандито. Я привез стиль из Пуэрто-Рико в Москву, чтобы показать вам такое шоу, какого вы еще не видели. Стиль, который никто не сможет повторить. И мы скоро увидимся. Самат, я знаю, у вас там холодно на Рождество в России. Но не волнуйся, я привезу вам карибскую жару в стиле Эль Бандито. Пуэрто-Рико, детка, я здесь. И он здесь. Добро пожаловать на бой. Элвин Леон Брито. Элвин Леон Брито. Дамы и господа, и его соперник, которого я приглашаю в красный угол ринга. Встречайте, Самат Абдырахманов. АПЛОДИСМЕНТЫ Всех приветствую, друзья. Сейчас мы находимся в Бишкеке, в спортзал Карвин. К этому бою подготовку я решил сделать именно у себя на родине. Следующий бой у меня планируется против американца Элвин Брито. Посмотрели, изучили его. Но мы будем готовиться, свое знаем, что делать. Будем переигрывать его и работать, как мы умеем. Когда я выхожу на арену, я абсолютно забываю про все. Вот этот вот ажиотаж, шум, болельщики как болеют за меня, это дает очень большую мотивацию. Мы всегда до последнего раунда, до последней секунды остаемся хладнокровными. Даже не чувствуешь усталости в этом бою, когда ты находишься именно на арене. За нокаутом мы не бегаем. За нокаут, если суждено, то оно придет. Поэтому наша задача – перехитрить его, обыграть, показать всю красоту своего бокса. Я хочу забрать все пояса и по кулакам, и по боксу. Те, кто бойцы, сейчас очень много людей стало, которые мне вызов кидают. Поэтому делайте вес 70 кг, и мы с вами подеремся. Элвен Бритто, добро пожаловать в Россию. Будь внимателен, потому что с такой скоростью ударов, как у меня, ты еще никогда не встречался. Добро пожаловать на бой! Соперник ждет тебя, Сават Абдырахмана! Сават Абдырахмана! Уважаемые дамы и господа, нас с вами ожидает шесть раундов бокса за пояс чемпиона в среднем весе. И я представляю вам участников этого поединка и первым боксера, который выйдет на центр из синего угла. Он представляет сразу две страны – США и Пуэрто-Рико. Ему 37, его рост 170 сантиметров он. Претендент на чемпионский пояс Лиги кулачных боев Бэрнакл, занимающий первую строчку рейтинга в среднем весе с профессиональным рекордом. Пять боев при трех поражениях он выходит в ринг, чтобы удивить всех зрителей и остановить кыргызского Флойда. Встречайте! Элвин Леон Эльбандино Бритто! И его соперник, он напротив, выйдет на центр из красного угла. Боксер из города Ош. Ему 22. Его рост 187 сантиметров. Он мастер спорта по боксу и победитель второго сезона гран-при кулачных боев Хардкор Фактинг Чемпионшип. Сегодня он в техничном стиле. Намерен записать в свой послужной список очередное чемпионское звание. Суперзвезда и гордость кыргызского народа. Поприветствуем! Сават Кыргыз Абдурахманов! Рефери поединка Сергей Летунов. Ну что, мы продолжаем на очереди титульный бой в среднем весе между Саматом Абдурахмановым и Элвин Леоном Бритто. Мне кажется, что ни у кого сегодня нет такой безумной поддержки, именно звуковой. Мы все слышали сами, да, как выходил Самат, под какой аккомпанемент, возгласы, овации. Посмотрим, что Самат покажет в ринге. Валеем за него. Безумная антропометрия у Самата для этой весовой категории. Очень высокий, очень чувствительный и действительно технает. Да, Леш, мне тоже это бросается в глаза. Рост Самата 188 сантиметров. Это просто колоссальные показатели для среднего веса. Так, на секундочку, для сравнения. Рост того же Геннадия Головкина 179 сантиметров, а Канело 173. А это я назвал лидером дивизиона в профессиональном боксе. А рост Бритто 178 сантиметров. Вот какая разница. А главное, что у Самата есть абсолютно все, чтобы доходить до этих самых больших вершин в боксе. Он технически оснащен, чувствительный, классичен. И главное, он делает шоу и оправдывает это как раз таки в ринге. Он показывает болельщику, почему за него надо переживать и топить. Потому что правда очень располагает к себе. Крадше, если сказать, говорит и делает, да? Это точно. Отличная работа на ногах от Самата. И видно, что его оппонент к нему готовился. Отпускает голову, бьет вверх. Достаточно неудобно это. Посмотрите, пропускает немножечко Самата. Ему нужно немножко активизироваться, пригреться сейчас, я так понимаю. Да, мне кажется, что нужно делать Бритто, это попробовать навязать драку Самату. Ну что он не пытается сделать, в принципе? Но насколько это получится у Бритто против Кихтаря, это вопрос. Правда, по первым секундам кажется, что у Самата такой легкий мандраж присутствует. Вот сейчас это не соответствует. Завтра рукой достает. Я думаю, что после финала второго сезона гранд-фри между Саматом и Лендрушем, когда здесь была просто гудела вся арена, этот поединок не такой в плане мандража для Самата. Он через более волнительный момент, мне кажется, такой здоровый мандраж. Он как-то каравинка достает Самата, вот Самат включает ножки, посмотрите. Начал пузырь, вот оно действие для зрителей. Ну и после этого надо самому атаковать, вот так, например, сейчас. Отлично оттанцевал Самат. Да, а Бритто как будто пытался провести тейк-даун, но это другие правила. Ой, как хорошо, аперкотом еще разок. Повторный! Пытается разорвать клинч Самата. Бессловно, невыгодно ему находиться на ближней дистанции с таким оппонентом. Меняет также стойки Самат по ходу поединка. Хочу обратить внимание, что Леон очень неудобный парень на самом деле. Корявый, неудобный, низкий. Отпускает низко голову. Да, еще попади по ней. Ну, возможно, апперкоты как раз-таки ключ победит Самата. И вот так вот проходить, отходить, проваливать, когда Леон понесется вперед. Закончился первый раунд. Ну вот, успел он подмигнуть даже Самат. В своей тарелке он находится. Действительно кайфует от процесса. Ну и бокс ему нравится. Я думаю, он по нему очень сильно соскучился после того, как от выступал в кулачке. Безусловно, не все вопросы в кулачке закрыты. Он никуда не уходит из хардкора на голых кулаках. Но по своей базе, по боксу, он, конечно, соскучился и хочет показать себя с наилучшей стороны. Тем более, наверное, на CSKA-арене. У него все предпосылки шикарной боксерской карьеры. Абсолютно все. Но за первую трехминутку, честно говоря, я не увидел чего-то такого в исполнении Эль-Бандито. Куртариканского бойца Барнахла. Как он собирается побеждать. Но, наверное, какой-то план у него присутствует однозначно. Ну, знаете, Исамату вроде бы неудобно. Да, он достал одни раз задней рукой, но такое чувство, что ему неудобно. Ну, мы, как вы же сказали, что по маленькому боксеру тяжело попасть. Тем более, и Бритто действует так. Тем более, покаял ему боксеру. Не в обиду, безусловно, Бритто. Вот это мы сейчас видим оборона какая, когда он поднимает две руки. И прям, не знаю, говорит, входи, джеб, в меня. Вообще, без обороны пока Эль-Бритто действует. Вот, дистанцию поймал свою Самат. Фактически, Самат только так и должен расстреливать дистанцию. Вообще, не должен сближаться с оппонентом. Как некрасиво. За это Бритто, я думаю, сейчас получат. Особенно, если Самат узнает, что... И я очень надеюсь, что он прям получит сейчас. Нет от моей объективности, вот, было ничего просто. Хорошо. Прошу прощения. Да вообще, you are welcome. Обращайся. Я думаю, что если продолжить таким же образом Эль-Бритто, то могут с него и балл снять. Хорошо. А возможно, да, это не дойдет, да, что просто Самат уронит. Очень некрасиво я была, очень некрасиво. Ладно, забудем вот этот. Вот изот вернемся к спорту. Мне тяжело это забыть, прошу прощения. Жду один провод, сейчас можно и забыть после бокового. Встречного. Всего лишь один боковой. Ну, тут... Хороший апперкот от Самата. Окей, ладно, продолжим быть объективными. Постараемся. Зажимает в угол, но ненадолго сама своего оппонента. Хорошо. Пытается как раз-таки поймать на апперкот передней рукой. Потому что опускает вниз голову все время Леон Самату. Сейчас, смотрите, Самат тоже после сигнала о стопе от Угаря. Что-то, Гарри, обозначил. Он не акцентированно. А вот по печи сейчас было очень неплохо. Давайте скажем, будем объективны в исполнении Бритто, пока бокса мало. Абсолютно. Он фактически избегает поединка. Он ничего не делает. Он в периоды бросается вперед. Сама спокойно. Это контрит и переходит уже дальше к расстрелу. Самат зазреет его в центр ринга. Самат он рад. Самат куражен. Самат пошел. Да, да, да. Перечисляем всех просто. Кто в голову приходит, все подходят. Пауза небольшая, но оттяжки пробивает Самат. Скачковый апперкот такой от Самата был. Двоечка неплохо. Стоп, стоп, стоп. Вот с переднего апперкота начинать Самату было бы вообще идеально. На подскоке. Да. Раздергивает, ведется на эти движения ложные финты. Эллен Бритта. Последние 10 секунд. Второй угол. Хорошо. Хорошо. Повторная атака. Очень четко. Когда соперник уже не ожидал этого выключиться из эпизода. Самат настиг его. И заканчивается второй раунд. Я думаю, тоже у наших дорогих телезрителей. Телеканал МТВ не возникает вопроса. Кто же забрал и второй раунд этого боя. Но я лишь могу добавить, что я сказал по ходу второй трехминутки, что в исполнении Бритта бокса нет от слова совсем. Самат переелился. Его оппонента. Даже в борьбе почти переиграл. Чуть-чуть не докрутил после перевода. Вот чуть-чуть. Да, лучше его перекрутил. Хорошо. Вот видим, кстати, один удар дошел слева от Бритта. Нет, потому что Самат пытался подхватить его апперкотиком. Вот именно поэтому, когда ты пытаешься подхватить еще апперкотом, и порой вот эти косички, колхозки, они залетают. Самату, мне кажется, нужно чуть больше расстреливать дистанцию. Он иногда доходит до среднего ближника, откуда как раз-таки колхозки и залетает в исполнении Бритта. Пока ни одна не долетела в колхозки Бритта. Скорее просто какие-то... Одна была, да? Ну, почесал, так сказать. Почесал немножечко, прочесался. Смахнул в бот лишний, да? А так все это заканчивается клинчем, и все. Самат очень хорошо чувствует дистанцию. Бой сейчас хорошо по корпусу от Самата. Сейчас справа достал Бритта. Но возвращается опять к своей манере ведения пояса Мат. Пресенкует с обычными руками. И в его случае это оправданно, потому что очень плесткий, быстрый удар, и непонятно, под каким углом они полетят. Бритта у Каната. Хороший апперкотик. В исполнении Самата. Пытался с дальней руки сейчас провалить. На выходе правой, боковой. Ой, хорошо, как поменял угол атаки после углона Самата. И заново сжимает оппонента. Сейчас в глазах Бритта такой щейкает потерянность. Что же делать, что же делать, как действовать дальше? Бокс. Он пытается, видимо, улыбками и действиями как-то воздействовать на Самата, но Драхманов точно тот человек, на который это воздействует. Леван, я хочу сказать, криво до косы, но вот что-то довольно предпринимает. Что-то довольно пытается сделать все-таки. Хорошо, ушел от удара Самат. И возвращается дальше оппоненту, пробивает. Стоп! Очень шур эмоционально, вроде. Бокс! Мне кажется, действительно, за горами, когда балл снимут Бритта. И головой несется вперед. И в целом грязновато. Ой, аккуратно! Да, конечно, школа кулачки прямо сейчас в исполнении Бритта. Стоп! 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 У вас за это точно нужно снимать балл, мне кажется. Повнимательно поворачивайся. Но я думаю, это последнее предупреждение. Странно. Мне кажется, уже закракиваю это предупреждение. Хорошо! Стоп! Стоп! О, какого еще влаца! Бритта! Так не попал он в добивании. Но еще есть время, еще чуть-чуть есть времени. По-прежнему в таком плачевном состоянии Бритта. И как раз по корпусу успевает храбиться Мак. Раз задорил и вывел немножечко из себя он сама-то, как я вижу. Ну вот нужно избегать до этого клинча. Совсем не на руку. Там много остановок, да, под конец раунда. И последнее мгновение от третьего отрезка. Ну что, Бритта выжил в этом раунде, да? Выживет ли дальше? Нет, у него сейчас есть время пересекать. Я бы не сказал, что он выжил, он вот что-то, да, вот он предпринимал именно в этом раунде. Нет, но концовка была для него тяжеленькая. Да, однозначно, однозначно. Но что-то он уже начал вот делать и пытаться. Обратите внимание, где-то даже он попал, я запереживал в один момент. Ну это какие-то колхозные удары. Но кривые косые, да, он как, он реально как кулачник. Боксирует. Боксируется, да, он берется, да. О, как раз таки, в правом мощности. Он личным потряс своего оппонента Самат и на грани нокдауна плыл Бритта. Бритта в данном случае для меня такой антиперсонаж сейчас, знаете, вот... Из-за одного действия, да? Мне хочется, чтобы его нокаутировали, но тем не менее, вот в прошлом раунде он как-то навязал свою вот эту каравусь, которую Самат не должен принимать. Он должен именно боксировать на дистанции и расстреливать своего оппонента. Бокс! Слушай, Мага, а как тебе вообще стиль Самата вот в том плане, когда он начинает делать финты, так заигрывается? Наверняка соперников это же раздражает. Ну, а мне нравится, так как зрителю. Не, как зрителю, да. Представь, вот против себя соперник так делает. Ну, я тоже потанцевал бы с ними. Босс! Не смотря на то, что он не в положении. Человек, опять правая рука постоянно угрожает. Еще одна атака. Ну и, кстати, смотри, уже на опыте, Самат сразу же после клинча подставляет руку к затылку, чтобы шальна не прилетела. Аккуратно, нельзя вот позволять ему навязывать вот эту, так сказать, первую руку. Ну, как же Самат располагает к себе, правда, особенно, когда весит идет за него. И, честно говоря, Брита даже не знает, как себя вести, когда перед тобой танцуют спортсмены, как идти вперед, не раздражаться, не раздражаться, ждать. О, и четко! И подсказывает секунданты Самату, чтобы шел дальше туда, добивал оппонента. Большую паузу, мне кажется, выдерживает Самата. Давай, come on, come on, Майк! Призывает Брикс Самата, а Самат как бы идет и делает. Стоп, 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 стоп! Нельзя расслабляться, когда соперник оказался за спиной, потому что он продолжает бить. Да, грязноватый, конечно, себя ведет по ходу поединка Брита. Но я и сказал, что он антиперсонаж. Ого, 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 хорошо! Насыпает Самат, разрывает тоже сейчас дистанцию, не надо стоять рядом. Отлично, скринча уже бьет Самат тоже. Брита отвечает все-таки. Старается по корпусу. На смысле запалов у Элвин уже меньше и меньше. Нет, поэтому столько пропускаешь там. А сейчас опять же как-то танцует. Вот и Самат зазывает. Давай, говорит Самат, иди сюда. Стоп, стоп! Самат, не борося. Меньше минуты осталось до конца четвертого раунда. Так что все контролирует Самат и его бокс во всей красе. Хорошо, отлично атака от Самата. Ноу-хоу, бокс. 30 секунд. Здесь, конечно, Брита спасается от клинча. Не первый раз, открою, мы скажем. Оооо, печень! Форку сюда пощупала. Стоп, стоп, стоп! Стоп! Затлепается от оппонента Брита. Слышишь меня? Бокс! Кстати, вот сейчас Самата говорят, не хулиган. Как по мне, вот там хулиган Бриту как бы в этом противостоянии. Но хулиганы получают пока. Хорошо! Стоп, 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 стоп! Знаешь, действительно, хулиганы получают такие ассоциации, что у Самата не самое устрашающее в плане бойцовского понимания внешности. А, Стива, знаешь, как будто бы хулиган хотел напасть в подворотню на студента. А не получается, немного не то! Скрипку хотел отнять, а я говорю, это еще боксер, да? А студенту боковыми встречает, да, как бы. Да, правда, Самата классно показывает себя. И главное, он направляет свои эмоции в нужное русло. Он заводит себя в правильном направлении. И это... Не, ну сейчас у тебя все получается, кайфую. Но все равно будет на чеку, потому что Брита нет, нет, да, закидывают. Но бывает, бывает спортсмен заводится, и у него ничего не получается. А вот Самат, когда заводится, он наконец-таки начинает делать. Начинает попадать. Начинает попадать. Переигрывать. Пятый раунд. Пятый раунд. Степ рваный, как раз-таки из-за Брита, да, потому что, если бы все было только в руках Самата, Зима уже столько низко выключилась. Хороший опер-кол на встречу от Самата. И проход ноги от Брикса. У меня кажется, очень много уже предупреждений было Брита, пора к действиям переходить. Пора, да, кстати, наказывать. Причем и Самату, и рефери, чисто в нашей субъективной точке зрения, как будто бы уже наигрался на минус балл Брита. Вот сейчас случилось, Самат с дистанцией расстреляет. Вот именно то, что нужно было. Да, и нельзя сближаться, просто стрелять по своему оппоненту, пробивать голову корпуса и не давать вязаться к Миттеру. Брита сразу, что ему еще остается делать, сразу вкличивая. Мне надо выжить, давай пообнимаемся. Да. Вот сейчас хорошо с апперкотом, да, пробивается. Отличная атака! Не знает буквально, что делать у Брита, так отбивается. Хороший апперкот пропускает. Ооо! 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 Отлично! Вот именно то, что нужно сейчас для Самата происходит. Вот так он и должен работать. Он должен расстреливать и не давать с собой вязаться. Да, соглашусь, полторы минуты пятого раунда, да, прям показательный, как надо действовать на средней дистанции джебингом и добавить правое. Вообще шикарно, да. Именно! Именно! Вот посмотрите. Пробить от IT, пробить от IT. Да, 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 корпус отошел. Разорвал дистанцию и дальше снова атака. Хорошооо! Отличные атаки от Самата, просто красота! Вот, честно говоря, я не понимаю, почему он не работал так с самого начала, потому что много клинча позволял оппоненту. Где может быть кучей травмы. Хорошо! Отлично! Вау! Неплохой размен! Ну, хочу отдать ей должное этому Леону, да, Бриту. Хулигану очень. Ну да, и вот он все принимает как мира себя и каким-то образом остается на ногах в ринге и что-то еще Карамо так криво делает. Ну, он во многих моментах... Вау!